Весна пришла и солнце греет! Бегу я в отыске скорее! Это я понимаю погода по-весеннему! Вот это солнышко светит! Вот это хорошо! Сразу видно рыба должна оклевать! Видите? Много животных довольно бегает здесь! Ещё и лыжники ходят! Прикольно! Молодцы! И мы теперь проедем туда! Вот так вот обычно ребята проверяем съезды для того чтобы нигде там не провалиться! Нигде не застрять! Подъехать к месту ловли! Потому что сейчас зима! Весной тоже могут быть проблемы! В дожде и в снег! Короче по дороге на место мы сталкиваемся с вот такими вот страшными какими-то лужами! Не знаем сейчас ехать сюда или нет! Наверное поедем! Потому что уже надоело просто-напросто искать место! Разворачиваться с прицепом по лесу! А теперь у нас на пути вот такие вот деревья! И вот тут вот ещё одно! Всё это дело нужно убирать с дороги! Вот здесь вот ещё одно! Лежит прямо там где нам надо проехать! Ну естественно что я отправила гонца! А что зробишь? Нужно как бы он почистил дорогу и её всё равно трёпся! Как видите Ганес продолжает борьбу! Как видите Ганес продолжает борьбу! С препятствиями на дороге! В гордом одиночестве! Молодец! Вот какой молодец! Хоп! Смотрите! Всё! Дорога! Есть! Субтитры сделал DimaTorzok Оно того стоит! В общем, у нас все пищи! Да! Потому что палатка, ребят, повесят дофига! Это палатка, ребят, повесят, да фига! Но! Оно того стоит! Первым делом ее сразу, чтобы можно было спрятаться от дождя, потому что идет дождь, прикиньте. Вот так вот выглядит палатка внутри, когда она еще не облагорожена, так сказать, часть пожитков внутри. Вход, регата. Раскладушка у меня Митек, у нее прочный каркас, собирается довольно-таки просто, вот это вот фиксатор, который держит саму раскладушку, для того, чтобы она не закрывалась. И вот сюда вкручиваются вот такие вот вертыши, вот здесь вот на резьбу, здесь и здесь. То же самое делается и со второй стороны. Вот получается здесь у нас резьба, и здесь у нас резьба. Топиться на этот раз снова будем березовыми вот такими вот брикетами. Если вдруг закончится, будем простыми дровами. Печка растоплена, внутри палатки уже довольно уютно. Две раскладушки, печечка здесь стоит, столик, ну и все. Можно будет скоро идти раскидывать закидушки. А еще я приняла решение поставить распашную дверь, для того, чтобы не текла вода сюда внутрь, потому что через вход она течет. У меня топится печка, здесь довольно-таки жарко будет из-за нее, поэтому дверь очень часто открыта для того, чтобы проветривалась. А вот распашная дверь нужна для того, чтобы наблюдать за всем, и не наливалась вот сюда вода. Вообще на улице не холодно, но я специально поставила печку, чтобы в палатке было сухо, и можно было сушить от дождя свои вещи. Дождик как будто бы преуспокаивается. Сразу какая-то дымка появилась, туман. Интересно. Привязываю к плетенке поводок. Щипочками своими волшебными делаю кусь-разь, кусь-двазь. Аккуратненько вот так. Аккуратненько вот так. Очень Samijь. Ну вот и дождик стал меньше И это значит, что мне пора пойти прогуляться со спиннингом Слушайте, как я давно не ходила, не гуляла, а со спиннингом, с летней снастью Все, беру Тиогу, показала вам, чем ее снарядила Взяла с собой приманочек немножко В основном у меня все колебло, там пару вертушечек Короче, я погнала Иду выше по течению Чтобы потом спускаться вниз И оббрасывать в интересные места Вот тут она здесь, дорожка довольно-таки такая хорошая Как видите, берег обильно заросший Соснами, другими деревьями И река очень сильно вышла из берегов Очень сильно видно Вот здесь вот, блин, ну я не знаю, наверное, метра два поднялась На улице тепло, заморозка еще нет Снег потихонечку тает Вот, ждем заморозка А вот я и уперлась Какой-то ручей, смотрите Какой-то ручеек Может попробовать и у него побрасывать Сейчас посмотрим Втекает сюда Давайте попробуем побрасать Чем черт не шутит Может что-то Может интересно здесь быть Интересно только что Стою вот на таком интересном перешельке Сейчас я попробую Даже вручили туда закинуть А что, может туда Кто и заходит Кто его знает Ай, ребят, выбрала какую-то фигню я себе Зачем я этим занимаюсь Я не знаю Кого еще здесь увидеть Ну и такой Вы вообще верите, что на таком ручье Может быть рода вообще какая-нибудь Я уже Не особо Веря Сомневаюсь Так, могу сказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! О, ребята, только что умудрилась пасть. Вот здесь, видите, такая вот ямка, я попала сюда ногой, а вот здесь вот такой маленький корешок твердо торчал, и сразу авария. Ну ладно, ничего страшного. Вот рухи щипают, ребята, прикиньте, даже шиплет. Вот так вот. М-м-м. 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 М-м. Субтитры сделал DimaTorzok Пошла в лес, собирала вот такие вот веточки, немножко их обработала И у меня готовы специальные подставки под мои закидушки и под мои удилища Для того, чтобы установить закидушку, это с мотовилом, мне нужна вот такая вот рогатка и вот такая вот палка Для установки простой закидушки, которая удилища, естественно, что мне достаточно просто рогатка Сейчас покажу, что у меня по нажатке По нажатке у меня не особо-то богато У меня есть дендробена и у меня есть подпрызок И для того, чтобы все это дело пахло, я купила специальный, типа, как его называют, ароматизатор червь И у меня есть, ребятки, вот такой вот здоровый червячок Сейчас мы его наденем тоже Будем проверять Один дендробена И второй Слушайте, ну это не выползок Это Это, не помню, как он называется Попробуем на него сейчас И Я его надела И Обрабатываю его червем Может, надеюсь, все удобно Может, надеюсь, все удобно Подписывайтесь на мой канал А вот уже и в под пошли закидушки Горыныча. Тот же самый монтаж, грузик заключенных с топора, вот такой вот на отводе идет крючок и большой-большой пучок червя ставлю. Лохматый пес привел меня к интересному месту. Здесь очень резкий обрыв и обратка. Видно, что большая довольно-таки глубина, поэтому свою закидушку вот эту вот я поставлю здесь. Поехали. так ребят здесь далеко от бросать не нужно но место интересное снасти находится недалеко от лагеря поэтому я обязательно ставлю колокольчики чтобы если ну вдруг мне повезет и выткатывается поправка я ее так мой лагерь ребят выглядит вечером палатка 1 банька красивая красивая река ребят несмотря на то что сейчас ненастная такая погода несмотря на то что холодно очень красиво ребят столкнулась с тем что у меня нету сейчас стопоровка через которые бы не проходил вот этот груз пусть поэтому я делаю петлю или паттерностер ну как относительно паттерностер значит я просто беру продеваю груз привязываю его на петлю как фидерный монтаж получается только связанный не на отдельной леске а прямо на основной и чуть ниже самого груза я делаю отвод под поводок дальше я просто заранее подготовленный крючок цепля петля в петлю на петельку и все еще и все одна минута монтаж готов на афганский казан сегодня понадобится вот столько овощей это грибы и шампиньоны картофель морковь и кабачки афганский казан состоит из трех частей это непосредственно сам это крышка и это фиксатор крышки сегодня у меня лука нету для того чтобы его отправить на дно поэтому чтобы ничего не пригорело на всякий случай сейчас добавлю вниз подсолнечного масла немного чуть-чуть но мало ли шо и на дно и главным деликатесом и главным так сказать действующим лицом данного ужина будет являться вот прикиньте она замаринована в апельсиновом соке апельсиновый соус замаринована ничего вроде такого плохого я у нее там не вижу единственное что давайте вот эти штуки у нее удалим чтобы они нам тут него нюкали так сказать эти штучки сюда так вот курочка теперь возлегает внутри казана и я начинаю туда закладывать картофель бачок уже 2 кстати говоря овощей много не бывает ребят чеснок конечно придает пикантности и его можно кушать чистить его вообще не нужно пошла я это это баню рекламировать ребята сегодня банька просто нереально сегодня 80 градусов тепла сегодня есть камни это нереально офигенно я не знаю где мы дели свою каменицу где-то ее деле нужно будет поискать обалденно обалденно я кайфую это просто нереальный кайф хочу сейчас что-нибудь типа набрызгать в это вот у у меня есть романтический настой для бани один и есть вот такой вот второй с эвкалиптом день конечно сегодня начался весьма тяжело я не ожидала может быть стоило ехать на рыбалку на лед но я ни разу на лима весной теперь я понимаю что такое река ранней весной и теперь я понимаю что такое настоящий разлив теперь я понимаю как можно не найти место просто-напросто даже там где ты уже рыбачил подали уже подали ёпсель-ботрёпсель нифига себе нифига себе нифига себе нифига себе нифига себе нифига себе спрашиваю меня про печку intent деформируется конечно же вот как видите что тоже всякие различные происходят изменения с металлом вот ну я думаю почему то что так у всех или нет а я не жалуюсь ух а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребятки, вот и наша утка получилась Получается, здесь у меня гарнир из овощей Сейчас я вывалю картофанчик Где тут мой картофанчик? Пару картофанчиков Ага И самое интересное Это то Как получилась утка Вы знаете, я хочу съесть ножку Говорится, большой семье Зубами не щелкнут Нужно Это обалденно Это просто обалденно, ребят Она получилась какой-то прям нереально мягкой О, видите, даже есть что-то поесть В ней Хочу попробовать вот не с ножки А с другой части тела Божественно Очень мягкая Я такое никогда не ела Офигенно Лучше ресторана Лучше ресторана, я вам отвечаю Короче, ребят Я всем рекомендую Я купила утку Замаринованную в апельсиновом соусе И она получилась божественная В афганском Казани Лучше, чем в любой духовке Я вам отвечаю Просто нереально мягкая Офигенно Лучше ресторана Ну что, доброе утро Сначала завтрак Потом иду проверять закидушки Ребят Погода была ужасна Я побоялась выходить на улицу Костер не распалили Потому что он бы просто тут не горел А самое интересное Заключается в том, что все замерзло Все замерзло Мороз на улице, прикиньте И уже светит солнце Ну, типа, знаете Светит солнце Нету ветра Как будто бы ничего и не было вчера Понимаете? Весна Устроила нам А потом сделала вид, что Весна все-таки девочка Понимаете? Потому что она сделала вид, что ничего не было После того, как устроила нам тут скандал Светит солнце Продолжение следует... Даже, ребята, ничего не трогала. Пойдем, Роман. Ребята, в эту сторону я поставила большее количество заседухов. Здесь довольно-таки много завалов. Здесь большая глубина, достаточно большая для этой реки, под самым берегом. Здесь обрыв. Ну и давайте будем проверять. Почти как грустно. Посмотрим, есть ли весной налим. Здесь ничего нет. А здесь червя нет, ребят, значит, что-то здесь доклевало. Видите? Для меня отсутствие рыбы – это тоже результат. Я находилась на том месте, где налим осенью всегда был, осенью и зимой. Но весной, как вы видите, я не поймала здесь ни единой рыбки. Вот так вот получается. Ничего страшного. Сейчас у меня еще, наверное, часов 5-6 впереди. Я понимаю, что высокая вода, что очень много растительности спрятано под ней. Но я хочу пойти погулять по неману со спиннингом, поискать какую-нибудь рыбу. Спиннинг беру Crazy Fish, шиманка Stradic C4, у меня катушка. Плетенка, правда, тоненькая, но я надеюсь, что сойдет. И поставлю сейчас флюорокарбоновый поводок. На улице, ребят, мороз, поэтому плетню обрабатываю силиконом. Некоторые детали катушки тоже можно обработать силиконом. Конечно же, кольца на спиннинге. Ребят, на этой рыбалке я использовала распашную дверь. Вот это вот родная дверца палатки, которую можно зафиксировать к ее тенту на липучку с этой, либо с внутренней стороны. И вот здесь вот отдельно на липучку я зафиксировала большую распашную дверь. Преимущество распашной двери в том, что у нее есть вот такое прозрачное окно. У нее специальный каркас, который вставляется вот сюда, закрывается на липучке, как видите. Оп. И я не закрывала постоянно дверь на молнию. Вот так вот фиксировала самой палаткой. И дверь не открывалась. При этом сама распашная дверь держится на липучке вдоль ребра палаты. При необходимости распашную дверь можно легко снять. Вот так. Все, и она будет снята. Все, ребят, я погнала. Для того, чтобы мне добраться сейчас до нужного места, нужно пройти через поле, пересечь ручей. Вот мое главное препятствие. Это вот такой вот ручей. Я надеюсь, что мне сейчас в моих сапогах удастся пройти, что здесь твердо песок. Сейчас я вот так вот задеру свои стоны. Чтобы пройти это место. Пока да, пока хватает. А вот там вот может не хватить. Сейчас посмотрим. Там такие, как ямки при ямке, знаете. Течение сильное, блин. Ё-моё. В Эйдерсах, конечно, было бы проще, но, ребят, в Эйдерсах, вы же понимаете, что в Эйдерсе это холодная довольно-таки одежда. Нужно надевать много. Вот и все. Дорога наезженная. Видите? Самое интересное, что по ней идут свежечеловеческие следы. Походу, мужские и женские. Мы здесь не ходили. Приманку лучше поменять на меньшего размера. Надо, чтобы было что-то тяжеленькое и с одинарным прыжком. Вот такую вот хотя бы. Потому что вот эта вот слишком большая. У нас щелка сейчас запрет. Не будем ее провоцировать. Будем пытаться поймать что-нибудь другое. Это сюда. И попробуем на вот такую вот. Проводку я сейчас сделаю неспешную, потому что рыба 100% мало активна после зимы. Погода меняется. Да, и сильно тут активную проводку особо не надо делать, потому что течение играет приманочкой. Спиннинг довольно-таки хорошо отрабатывает. Я вижу, где приманочка, как идет, как она играет, запуталась она или нет. Естественно, что до противоположного берега я ее не добрасываю. Но я добрасываю за русло. Русло, кстати, видно, как здесь идет по поверхности воды. И все делаю сейчас. Допад круто, пауза. Или медленную-медленную проводку. Проводку стоп-н-гоу. Проба разная. Надо пробовать разная, короче. Продолжаю идти. Здесь очень интересные места. Здесь поворот. Бобры, наверное, еще не проснулись, потому что еще нету свежих их. А нет, вот, видите, проснулись бобрики уже тоже. Отлично. О, какой красивый поворот еще. А сейчас здесь есть глубина. Оп, будем пробовать. Жалко, что лисичку не удалось побежать. Попробовала сейчас вот блесну. Видели сами серебристую, небольшую. В принципе, до дна она добивает. Она неплохая. На противоположном берегу успела замесить, как бежала лисичка. Очень много воды, ребят. Очень много воды. Конечно, нужно ждать, пока вода опустится. Потому что ничего не понятно. Непонятно вообще, где рыбу искать. Она, рыба, и так сейчас после зимовки, да. А плюс еще высокий уровень воды. Непонятно, куда она ходит. Может, за старики какие заходят? Черт его знает. Напишите, если вы знаете, где сейчас рыба. Напишите обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Друзья и подруги, вот такая рыбалка на реке Ньоман с закидушками получилась. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok